Я уже опубликовал видео, но увидел вот эту красоту и решил сделать заново. 12 апреля, в день празднования 62-й годовщины, со дня первого полета человека в космос, на пляже Анапы появился гигантское изображение с Юрием Гагарином, ракетой и фразой «Поехали!». Рисунок на песке размером 30 на 30 создал анапский художник Леонид Валитов. На всю работу ушло больше пяти часов. Дорогие друзья, вот такая погода. Всем большущий привет. Сегодня прям головная боль какая-то. Старый становлюсь. На погоду реакция идет по ходу. А может быть солнечные вспышки, может быть землетрясения, взрывы вулканов. Чего у нас столько не происходит, дорогие мои. Сегодня на календаре 12 апреля, 2023 год, среда. И я подумал, что даже в такую погоду все равно надо выйти на море, посмотреть, как там обстановочка и подышать свежим воздухом. Тем более мне все равно надо ехать по делам. Без них в нашей жизни никуда. Если ничего не делать, то ничего за это не будет. Хочу поблагодарить тех, кто поддержал наше движение по помощи солдатам. И прошу вас, если есть возможность, хоть какая-то там по чуть-чуть, там не выпейте кофе, там еще что-то. Ребят поддерживайте. Потому что надо собрать сумму и на ремонт машинки, и на отвез этой машинки к нашим дорогим солдатам. Не ожидали то, что предыдущий транспортное средство, но столько денег съест. А так было уже все хорошо и прекрасно, и поэтому приходится опять вас спросить о помощи. Номер телефона на экране вы видите. Если есть возможность, по номеру телефона можно перевести. Напишите там СВО солдатам, ну или ничего не пишите. В принципе, если кто-то еще поддерживает канал, вам тоже большое спасибо. Иногда донатики залетают, но в основном на прямых эфирах. И спасибо вам большое, что вы со мной и поддерживаете. Но сейчас мы отправляемся на GMT. Перед этим у нас хотелось бы вас предупредить о том, что штормовое предупреждение обещает, что будет подъем уровня рек и также будет усиление ветра до 22 метров в секунду. У нас на улице ветра сейчас нет, может быть на море мы его найдем. Но дождик был с утра, всю ночь, потом все подсохло. И теперь вот опять он начался, такой мелкий, неприятный, прям и морозить даже не дождь, а и морозить. Погода печальная, но все равно в Анапе очень много машин, люди едут по своим делам. Конечно, в солнечную погоду, наверное, больше выезжают. Сегодня очень много времени потерял на разнообразных светофорах. Здесь, если они пролетают быстро, то потом вот в районе ЖД вокзала, посмотрите, пришлось отстоять аж в два раза. Это при том, что Анапа еще не в летнем сезоне и транспорта не так уж и много. Дорога пролетает, как сказать, за секунды. Но подъезжаем именно к тому светофору, о котором я только что вам рассказывал. То есть, смотрите, не поместился уже полося подъездной к нему. Первый раз отстоял, не успели проехать. Потом около двух с половиной, по-моему, минут простояли. И только со второго раза получилось уехать. А сзади меня уже была точно такая пробка из машин на поворот. Ну что, надеюсь, вам полет понравился. С днем космонавтики вас, дорогие друзья. Это тоже один из важнейших шагов нашей истории, нашей страны. И очень важных для развития вообще космоса, покорения его. Хотя такое ощущение, знаете, в последнее время все об этом забыли. Никому это не интересно и не нужно. Все какие-то о своих мирских денежных делах. А раньше вся страна... Эх, друзья, было и времена. Так, мы приехали в Джимотэ, гостевой проезд. Здесь у нас, видите, куча гостиниц разнообразных. Тут какие-то места еще свободные. Просто кто-то купил сюда на участке. Ну, что там, ну, мы так, гостиницы, гостиницы, еще раз, гостиницы. Сегодня с утра увидел в соцсетях себе, в Телеграм я репостнул о том, что происходит. Кстати, люди, видите, тут ходят мусорку, фотографируют. Не нравится, но им тоже забросали. О том, что возле базы отдыха Журавли, которая у меня, кстати, на обзоре, идет строительство, да, там, на участке. И самое интересное, что сотворить смогли люди, это сделать водоотвод прямо на дорогу. То есть, видите, там идет стройка, а здесь качают воду. И прямо сюда, на гостевой проезд, все это происходит. Она течет, размывает дорогу, топит туда дальше улицы. Вот, поэтому мы сейчас не думаем о космосе, а каждый думает только о своем кошельке. Вот, с левой стороны, тут журавли, видите, вот тут потоки, вот уже впереди у нас потоп. Как вам такое, ребятки? Вообще просто, да, предательство людей друг к другу, что вообще такое могут себе позволить. Хотя вот водоотводной канал можно было сюда... Здрасте! Можно было сюда проложить непосредственно трубы, чтобы вода уходила. Она тут, видите, стоит и даже с дороги особо стекать не хочет. Хотя вот, видите... Хотя у него тоже без очистки, по идее, ничего сливаться не должно. Ну и гостевой проезд. Здесь много разнообразных баз. Просто сегодня не хочу пешочком ходить, потом с вами прогуляемся. Но показать, как здесь все выглядит, как подготовлено к вашему приезду. Какие измедения после прошлых потопов вы можете увидеть в Сави. То есть, ну, как вы понимаете, никаких здесь ничего не было сделано. Никаких водоотведений. Даже просто канавку вдоль дороги не прокопали в этот водоотводной канал, чтобы вода уходила. Так и по лужам при таком небольшом дожде мы с вами сейчас прокатываемся. Забор попадал, поставили другой. Этот так и лежит. Проезжаем уже вот к Рябинушке ближе. Здесь она, по-моему, насколько я знаю, также уйдет в аренду к Вагнерам в этом году. Ну, если есть информация более точная, поправляйте меня. Буду вам благодарен, друзья. В общем, очень много гостиниц в этом году будет именно под Вагнерами. Люди прогуливаются сейчас. Довольно-таки большое количество их. Это, на самом деле, очень хорошо. Ну и здравствуй. Аджимате, гостевой проезд, проход к морю уже. По сторонам смотрим, что здесь работает. Спрашивают, кстати, про секретную столовую. Я не знаю, будет ли она в этом году функционировать. Надеемся, конечно, потому что все очень сильно любим. И доходим до Пионевского проспекта. Здесь у нас работает светофорная сигнализация. С правой стороны магазинчики. Ездят маршрутные такси 128-114. С помощью которых вы можете добираться от Анапы до Витязева. Кстати, смотрите, пруд осушили. Будут, наверное, чистить к сезону. Либо что-то модернизировать. Посмотрим, что это будет. Столовая тоже разобранная не работает. В общем, все интересно. Вот, кстати, подготовка к сезону. И очень многолюдная. Ну, что стало уже нормально. Как бы обычным действием непосредственно каждому сезону. Смотришь, все многолюднее. В этом году за счет того, что здесь очень много, так сказать, беженцев, то еще многолюднее. У нас с Анапы повыезжала большая часть беженства. Садись в основном только те, кого дети поступили в школу, чтобы доучиться, попросили, так сказать, наши органы управления, чтобы они могли здесь добыть. То есть еще немножко, и все в основном попереезжают, поразъезжаются. Видим, здесь производят работы с отбойником. Что-то то зальют бетон, то собьют бетон. В общем, в этой стороне Динамо не могут определиться, как она дальше должна от нее территория развиваться. Сейчас видим, часть ралетов поубирали. И мужчина работает над тем, чтобы удалить бетон, который, по-моему, только в прошлом году заливали. Они, а ведь кафе здесь построят или еще что-то. То еще и может будет перед Динамо-2 территория, друзья. Будем следить, как говорится, за обстановкой, что здесь появится в дальнейшем. Так приятно. Один сидит, смотрит, другой работает. Красота. Белый Лебедь гостевой дом с правой стороны. Хорошие отзывы. Кстати, о нем все больше задают вопросы мои подписчики. Юра, а что той гостиницы нет? Что той гостиницы нет? Ребятки, не обращались за съемкой. Частную собственность я могу только вот так со стороны показывать и ждать ваших отзывов. Так что, если вы где-то отдыхали, допустим, следующая Скайбридж называется, напишите обязательно в комментариях. Вот я, кстати, ветер ждал. Пожалуйста. Уже пытается вырвать из рук мой зонтик и отправить его в полет. Надеюсь, что этого не случится. Это первый выход с зонтиком, и у меня его уже не будет. Так, будет печалька. Так, территорию здесь потихонечку облагораживают. Видите, даже здесь лавочки, на которых можно посидеть. Большое количество разнообразных столов. Видите, вывеска столовая, это Скайбриджа есть. Ну и дошли до Динамо. Здесь сейчас, наверное, больше всего находится как раз таки беженцев. И, не знаю, может они, конечно, тут на все лето останутся. Я, честно, на самом деле не в курсе. Хотя можно позвонить, поспрашивать. Ну, я думаю, в принципе, никаких эксцессов до нас уже ничего не происходит. Поэтому можно быть спокойным. Смотрите, тут прокол сделали. Я думал, здесь делать будут водоотведения. Здесь просто прокол сделали. Какие-то коммуникации подведут, и все. Чтобы не сносить эти ролеты, выбрали более легкий путь решения. Вроде бы дождя не видно, но смотрите, как стекает водичка через водосток. О, смотрите, здесь посносили. Неужели что-то будет меняться в хорошую сторону? Ты тоже идешь, да? Ладно, может быть, это красная линия, но тут бабах. Построили, то есть еще чуть больше увеличили территорию. Так постихоньку, постихоньку у нас захватывается все больше территории. А потом говорят, что вот на бизнес наезжаешь, мешаешь бизнесмену. Блин, ну, хочется, чтобы всегда у всех все было по-человечески, в первую очередь. В общем, видите, сносят. Хотя тут они даже уже с бетоном были. Вот так вот. И туда дальше, пока ролеты переставили. О, да ладно. Слушайте, даже здесь посносили ролеты. Вот это, да. Вот это новшество, друзья. Несанкционированная торговля. Убирают все. Рутик. Ну, вот это мне, конечно, всю жизнь рад. Слушайте, представляете, ну, какой, если действительно вот все, так сказать, несанкционированное было, да? И представьте, насколько широкий может быть проход в море. Как тут можно все оборудовать красиво с деревьями, с лавочками. Чтобы это было по-европейски. Убрать вот эту колючую проволоку с заборов. Мусор почистить. Было бы просто идеально. Кстати, смотрите. Лок серебристый уже распускает листики. Красотища. Как я говорю, это все быстро произойдет. Чапок, и все зелененькое. Поднимаемся вверх. Посмотрим, что у нас здесь есть интересного. Тут я, как показывал ранее, видите, песок засыпает в эти дома. Хочу сказать, что была тут свалка. Ее тоже по мотивам наших сюжетов расчистили. Мусора стало гораздо меньше. Это большой плюс. Потому что прям, я показывал, кто помнит последнее видео, свалка-свалка была. То есть реакция есть. За что огромное спасибо. Ну, я реально в шоке. Ребята, я такого, честно, не ожидал. Это очень круто. Что чистятся проходы. Возможно, действительно, как и говорили, что у нас будут наши ассоциации туризма следить за размещениями торговых павильонов и всего остального. И действительно, может быть, для Анапы это будет большим плюсом. Конечно, многие могут сказать, ой, негде будет купить. Извините, на этом километр ролетов. Если вот именно в этом месте не будет. Перед морем будет хороший, красивый проход. Все сделают цивильно. И, так сказать, презентабельно. То, собственно, почему бы и нет. Я реально, я честно говорю, я в шоке. Я прям не ожидал. Обычно приходят новые администрации, думают, где еще чего там нарезать. А здесь, смотрите, какие-то изменения потихонечку начинают. Еще бы вон то узкое место как-то бы разгородилось. И было бы вообще прекрасно. Вот так, смотрите, травка появляется. Вот они, дюны должны быть вот такие вот зеленые. Видите, все дюны. И тогда песок никуда не будет улетать на Пионерский проспект. То есть, это не трассы для квадроциклов или еще чего. Будем надеяться, конечно, что в дальнейшем все поменяется. Так, идешь, вот приятно видеть. Какие-то зеленые поросли. Ничего, такие кислотные листики. Светленькие, потом темные станут. Красота. Обожаю вот это время. Потом еще будет вкусно цвести. Лох серебристый. У него такой очень вкусный, цветочный аромат. Это нереально классно. Советую, приезжайте на отдых. Тем более, у нас есть позитивные изменения. Которые в дальнейшем, я думаю, будут всех вас радовать. Призывают сюда, о, море у нас сегодня неспокойное, друзья мои. Там поубирали, сюда чуть не дошли. Бутылки валяются. Ну, может, свеженькая после уборок уже появилась. Ну и сколько. Мног людей уже здесь сегодня прошло. Она топтана, так сказать. Потому что я не первый двигаюсь. На пляжные территории. Анапа вообще в тумане. Туманный Альбион. Затянуто все полностью. Еще хотелось бы поднять тему РЖД, друзья мои. У нас сейчас в Телеграм-канале прям активно идет обсуждение этой темы. По поводу того, что люди не могут спокойно купить билеты. Говорят, на одну из дат 5 поездов продают только на 2. И то написано, то есть места, то нет мест. Короче, дичь ожечающая. Пишите, как вы купили. На какие даты, цены. Все остальное в комментариях. Будет интересно почитать. И другим, кто сейчас пытается этим заниматься. Какие-то арматуры торчат. Тут аттракцион какой-то стоял. В ту сторону, да? Огромные такие дюны. Красота. Мы постепенно подходим к морюшку. К нашему. Вода такая чистейшая. Смотришь на нее. Аж в море хочется. Хотя понимаешь, что... Ну, зачем? Хотя, честно, в легкую бы сейчас мог искупаться. Потому что для меня это температура не экстремальная. Вот, возле моря, кстати, 12 градусов. Это за счет температуры воды. Потому что... Так идешь, такое ощущение. Боишься, что что-то на тебя не поедет. А я иду так вот с зонтиком прикрыть с той стороны. И морюшка, привет, я. Слушаю, как оно нам радо. Я также ему очень сильно рад. Обожаю, когда вот такой берег. Особенно делать фотосессии. На которые всех приглашаю вас, друзья. Сделаем красивейшее фото. На память об отдыхе. Она по Витязеву от джемоте. Обращайтесь. Вложишь семью или девушку красивую. На такой песочек. Гладкие. Ну, и скажите, что это не какие-то лучшие курорты. Черноморского побережья. Все равно, когда на берегу чисто. Ну, чуть-чуть палочек. Но это только-только выбросило. Не успели убрать. Смотрю, что там Сибурьюг уже выставил свой пляж. И море к тебе приближается. Привет, дорогое мое. Да! Посмотрите в конце, как я замерял для вас водичку, друзья мои. Обмочил все ноги. Все равно сделал все так, как надо. Получите красивые виды на море. И температура воды 13 градусов. Ах, солнышко бы нам. Уже в море было пятнашечку. Жалко, что вот из-за непогоды температура понизится его. Но это все мелочь. Я, конечно, в шоке. Из-за смыслов, в шоке из-за тех людей, которые вот так вот сливают. Говорят, что за забором не мое. Вот в этом вся проблема, что мы так и живем, друзья. То есть там, как говорится, трава не расти. Главное у себя, во дворе там, чтобы все было хорошо. Что она общая территория, иначе никому не нужна. Поэтому меня очень многие люди не понимают. Все считают, что надо переживать только то, что твое. А то, что наше всеобщее, ай, фиг с ним. Говорится, наживемся, а там как-нибудь прорвемся. Причем, к сожалению, можем не прорваться. Ладно, ребятки, всем хорошего дня. Поехала дача по делам своим. Надеюсь, что видео было интересно, полезно. Подписывайтесь. Обязательно, очень прошу, ВКонтакте. Юрий Озаровский на группу. Также Яндекс.Дзен Юрий Озаровский. И на Телеграм. Ссылочку видите на экране. Мориос, либо Юрий Озаровский. В поиске буду рад вас там видеть, дорогие мои. От души всех обнимаю. Привет вам, Черноморский. С вами был Юрий Озаровский. Друзья, морюшка для вас. Та-дам! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...